У нас в гимназии работает научно-ноущество учащихся. Многие ребята занимаются своими исследовательскими проектами и представляют свои работы на региональном, на муниципальном, региональном и федеральном уровне. Но этого не было бы, если бы не было политики государства в поддержку российской науки. Вот в связи с этим в нашей стране празднуется день, день российской науки. В нашей школе традиционно ведется очень большая работа по приобщению подрастающего поколения к науке. Уже не один год работает научное общество учащихся. Ребята под руководством грамотных профессиональных педагогов разрабатывают свои исследовательские проекты. Тему выбирают по интересам, по теме года в России. Представляют свои работы на разных уровнях. На районном, муниципальном, региональном, а также федеральном. И нам очень приятно, что ребята привозят в школу призовые места и являются победителями многих очень авторитетных конкурсов. Но ребята сами могут вам немного рассказать о том, над чем они работают. Ну, вообще, я уже сама четвертый год занимаюсь научной деятельностью. И в этом году под руководством Баринова Любовь Валерьевна, это учитель истории общества знания, пишу работу по теме монастырей Кустовского района. Ну, вообще, в ходе исследования были изучены архивные документы, материалы расположены в государственной областной библиотеке, какие-то газетные публикации. И мы ездили в село Подлесово, где в начале XX века располагался Свято-Никольский женский монастырь. Там нам провела экскурсию Коробейникова Вера Михайловна. Она сейчас является заведующей библиотекой Подлесовского дома культуры, где вместе с ребятами изучала историю этого монастыря. Моя работа уже была представлена на район этапа властного конкурса «Отечество», где я сняла первое место. Пишу исследовательскую работу на тему СМС-сообщения и то, как они влияют на нашу речь. Актуальность, я считаю, в том, что сейчас век таких современных технологий, и мы начинаем писать очень много сообщений, очень много разных имейлов, начинаем общаться в интернете, и это, несомненно, влияет на нашу речь. И вот в своей работе я исследовала то, как именно вот эти сообщения влияют на язык. Мы с моим руководителем Торгашевой Валентией Константиновной, учителем по русскому языку, думали над темой, и она спросила, что мне интересно. И я подумала о том, что зачастую я сама не соблюдаю правила, и вообще подумала о языке, о том, как он изменился под влиянием этих развитий, этих технологий. И мы решили развить эту тему в своей работе. Я начну с того, что 2017 год объявлен в России годом экологии. Цель этого решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере. Экология как наука сформировалась в начале 20 века. Вообще, заниматься любым видом науки очень интересно и полезно. А навыки, которые вы приобретете, в дальнейшем приведятся вам при поступлении и обучении в институте. Моя работа также затрагивает экологическую проблему – проблему сбора и переработки макулатуры. Современное общество нуждается в огромном количестве бумаги. И, возможно, действительно, привлекая людей к сбору макулатуры, мы сможем сберечь хоть какую-то часть легких нашей планеты и сократить энергозатраты на производство бумаги. Из доклада Арины вы все узнали, как это здорово, во-первых, принимать участие, работать над исследовательскими проектами. Во-вторых, как важно, кроме того, да, у нас доклад Арины был связан с годом экологии в России. Ну и, собственно, мы теперь знаем, что мы делаем и зачем мы это делаем. Будем участвовать в завтрашнем сборе макулатуры. Ждем вас. Спасибо большое. Вот такая большая, серьезная и интересная работа проходит у нас в школе. Мы, конечно, представили вам всего лишь маленькую, небольшую часть нашей научной работы. Поэтому ждем вас в гости, мы обязательно покажем вам что-нибудь еще.